Сегодня мы изучаем восточный гороскоп. Каждое животное будто маленькое солнышко. Учимся любить жизнь. Для того, чтобы показать людям, что кетаболизм не приговор. Слушаем музыку Алтая. У него нет никаких соседей, только у него сосед. И бежим за ощущениями. Страшно первые пять минут, а потом очень тепло. Когда в товарищах согласие есть, на старт идти их дело. Дружная разминка участников сибирского международного полумарафона выглядит колоритно. Бегуны готовятся не только физически. Красочных костюмов на Соборной площади много. Мы сегодня пришли к нашим беговым клубам участвовать в Рождественском марафоне ежегодном. Твои настроения однозначно отличные. Бежим на ура. Здоровье, спорт, семья. И мир, конечно. Опытные бегуны советуют выбирать дистанцию по силам. Не стремиться за рекордами сразу. И тогда даже зимний бег будет в удовольствии. Я бы посоветовал всем тем, кто хочет попробовать побегать зимой, не бояться. Потому что дополнительный слой одежды на себя надели. И все. И можно смело выходить на пробежку. Очень многие боятся вот этих морозов. Бояться ничего не надо. Страшно первые пять минут, а потом очень тепло. Старт общий. Дистанции 3, 10 и 21 километр. Маршрут классический. От Соборной площади по Любинскому проспекту и на Партизанскую. Дальше в зависимости от дистанции. Трасса осталась неизменной. Она, на наш взгляд, оптимальна для зимы. Для центра города проходит по его историческим местам. В основном это проезжая часть, которая хорошо подготовлена для бега в зимних условиях. Поэтому мы думаем, что трасса, с одной стороны, интересна, живописна. С другой стороны, удобна для бега. В этом году на старт вышли не только спортсмены из России. Забег в минусовую температуру не испугал легкоатлетов из Китая, Черногории, Франции, Италии. Он приехал специально еще семью навестить. Мы из Омска. Мы познакомились в Италии, и вот семья образовалась. Поэтому мы периодически ездим в Омск. Он уже третий раз, когда зима, в этот раз решил бежать полумарафон. Вера? Да. Спасибо. Чао, Омск! Чао, Омск! Это больше психологический фактор. Потому что холодно. А на самом деле ты пробежишься, кровь разгонишь, и тебе тепло, как будто ты в одежде. И даже жарко. Победителем полумарафона среди мужчин стал Петр Швецов из Новосибирска с результатом 1 час 14 минут 20 секунд. Погода не самая беговая. Но еще подморозило. Поэтому результат был не важен. Важно было просто пробежать и получить удовольствие от забега. Не гнаться за временем. В забеге женском лучшее время 1 час 24 минуты и 18 секунд показала Татьяна Курамшина из города Миас. План был вообще выиграть в соревновании. Ну и в общем я бежала по 4 минуты на километр, даже быстрее. Вот такой план был у меня. 33-й рождественский полумарафон стал рекордным по числу участников. 1366 человек из 19 регионов страны поверили в себя и еще раз доказали, что даже сибирский мороз любимому делу не помеха. Подписывайтесь на наш канал. Мы ансамбль «Байтерек», который представляет музыку природы Алтая. Всегда довольно легко представить, как люди приходят к мечте стать рок-звездой. Но как зарождается мечта организовать и собрать ансамбль национальной музыки с горловым пением, это все-таки загадка. Ты находишься в горах, находишься на Алтае, где другой народ, мандалитет. Там сильно рока нет вообще, на самом деле. Знаешь, что с детства есть козители, которые занимаются горловым пением. Музыка рождается из тех природных факторов, которые окружают народ. Это все есть основа, которая заключается в природе. Если мы возьмем северян, они живут в холодных условиях, они любят энергетические танцы, они любят, чтобы была энергия, чтобы огреться, согреваться. А если мы возьмем Алтай, возьмем Тву, Пурятию, Хакасию. Здесь вот мы живем среди гор и долин. И первое, что рождается, что среди этих долин текут реки. Точно так же хочется, чтобы протекал звук. А правда, что горловое пение – это очень сложно? И это прям как-то вот действительно какой-то очень большой, сложный процесс, включающий в себя муки соседей, тех, кто с тобой живет. В принципе, вот в того процессе, как ты обучаешься. Или это все миф? Шабан скачет на коне, пасет скот. Он в какой-то момент понимает, что хочет издавать какие-то звуки. У него нет никаких соседей, только какой у него сосед, наверное. И вот он может верхом пробовать петь горловым пением. И вот именно тогда вот таким образом он отренируется на природных каких-то, опять же, условиях. Сидя у реки. Допустим, я сидел у реки, когда у меня вышло горловое пение. Сидел у реки, просто пытался подражать звукам реки. Вот именно в тот момент у меня родилось, вот именно, ну, мой звук какой-то. Получается, грубо говоря, вот все вот эти схемы, которые есть в интернете, как должна работать гортань, как там диафрагма, что-то вот эти пытающиеся схемы, движущиеся, да? Это все на самом деле не работает. И вы об этом совершенно не задумываетесь. На всем Востоке можно сказать, что звук у нас это, оно определяется как вибрация. Вибрация, она обладает целительным свойством. То есть мы относимся к этому как, конечно, тому, что вот на тонких планах оно обладает каким-то вот психологическим, духовным воздействием на человека. У каждого звука, да, вот в каждом жанре, не знаю, там вообще без разницы, имеется такой вот, как ДНК, такая вот история, мудрость. Когда сидишь у порога, то ты там слышишь отчетливо, ну, такой, не имеющий ровных каких-то отрезков метроном. То есть, грубо говоря, он постоянно шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Ну, то есть порог, когда сидишь, слышишь именно вот такие звуки. Это такое отчетливое колебание. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Есть стиль нижнего мира, который можно сравнивать с гулом земли. Когда ты вот ложишься, слушаешь там, там где-нибудь табун лошадей, там, и падающие камни, например, со скал падают. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну и высокий стиль у нас, это небесный стиль. Можно сказать, это вот звук космоса, звук неба, звук птиц. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это потрясающе, ребята. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Правда, вы огонь. Я не знаю, как дальше с вами разговаривать, но это очень круто. Спасибо. Спасибо. Получается, горловое пение – это выученные тексты в вашей голове звучат? Или это каждый раз то, как вы именно сейчас чувствуете природу, себя? Вибрация, да, можно так назвать, она доносится еще совместно с информацией, совместно со сказанием. Там, где говорится какая-то мораль, там, где ты понимаешь какие-то секреты жизни, которые доступны, опять же, не каждому. То есть это уже что-то на ментальном уровне и действительно имеет большую силу, побольше, чем вот простая речь. Ну, вообще, и речь имеет большую силу. Все имеет большую силу, если это делается осознанно. И еще вопрос. Насколько вот правда или миф о том, что горловое пение – это умение и возможность шаманов? У нас в республике, как у нашего народа, допустим, это все звучит. То есть есть кайчи, есть сказитель. Вот он при помощи топшура, нашего инструмента, он рассказывает эпосы. Он погружает народ в мир богатырей, чтобы народ находил те или иные ответы на вопросы. А есть кам – это шаман. Он при помощи бубна, при помощи других атрибутов, он решает проблему людей. То есть он уходит в мир тухов. При этом пути сказителя и шамана, они постоянно пересекаются. То есть они работают, как можно сказать, современным словом, тонкий план, да? Тонкий план, но при этом каждый из обозначенных людей, они идут своей дорогой. Ну, который постепенно, периодически друг с другом пересекается. Говоря о таких вещах, невозможно сказать какой-то четкий ответ. Потому что здесь то, что нужно немножко другими органами восприятия своего чувствовать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Эта створка, украшенная резной розеткой, предназначалась для входной двери генерал-губернаторского дворца. История музея имени Врубеля началась именно в этом здании. Открытие здесь картинной галереи в 1924 году стало возможным благодаря Федору Васильевичу Мелехину, первому директору Западно-Сибирского краевого музея. Всю жизнь он активно занимался самообразованием, жил и работал в странах Западной Европы, а оказавшись в Омске, решил создать здесь крупнейший в Сибири художественный музей. Он заботился о художественном, эстетическом воспитании жителей города Омска и писал об этом. Благодаря своим контактам, поездкам сумел выбить из государственного музейного фонда около 5000 произведений. Закончилась гражданская война в Омске. В 1922 году закончилась гражданская война в Владивостоке. То есть эта волна откатывалась с запада на восток. Разруха, болезни. И вот тебе Серов, и вот тебе и Репин, и Айвазовский, и Шишкин, и Врубель. Посещаемость-то была грандиозная. То есть люди все равно так или иначе стремились. Вход не был бесплатным. Вход был платным. Но люди стремились к знаниям, к красоте. К столетию музея имени Врубеля в здании генерал-губернаторского дворца открылась выставка, где можно увидеть живопись, графику и скульптуру, документы и фотографии, рассказывающие историю этого места. Вот образцы обоев, которые были обнаружены в 2008 году во время замены окон. Это были склеенные между собой клочки бумаги, когда-то украшавшие стены губернаторского дома. Реставраторам удалось привести их в экспозиционный вид и представить зрителям, чтобы они могли пофантазировать, как выглядел дворец. Это место, где принималось очень много важных решений. Отсюда снаряжались экспедиции на восток. Здесь останавливались представители, в том числе императорской фамилии. Здесь бывали такие знаменитые путешественники, исследователи, как, например, Брэм, автор знаменитой жизни животных, исследователи Арктики, Норденшельд. Часть экспозиции посвящена работе естественно-научного и гуманитарного отделов Западно-Сибирского краевого музея, а также созданию зооботанического сада, где жили животные и птицы. Экспозиция в генерал-губернаторском дворце дает возможность увидеть, как это пространство стало и проводником по истории страны, и хранилищем произведений искусства, объединяя вокруг себя тех, кто стремился популяризировать прекрасное. Подписывайтесь на наш канал. Вдруг, вы знаете, открывается дверь и заходит по одному каждому врачи, да еще с корзинами такими, цветов красивых. Это у меня останется встреча надолго в памяти. Очень тяжелый у них, конечно, труд, у врачей нашего онкологического диспансера. При всем при том, они остаются отзывчивыми, добрыми людьми. Они были рады встрече с нами, ну а мы тем более, мы всю жизнь будем их благодарить, что они спасли нам жизнь. Глядя на совместные снимки, онкологи и их пациенты возвращаются в день, когда страшный диагноз отступил. Выставка «Химия между нами» – результат фотопроекта «Я улыбаюсь жизни» благотворительного фонда «Обнимая небо». Проекту уже 9 лет. В этом году, помимо вдохновляющей фотосессии, организаторы подготовили для участников сюрприз – встречу с теми, кто когда-то спас их жизни. Когда началась процедура фотосъемки, когда пошла встреча, когда мы увидели пациентов, которых там какой-то промежуток времени не видели, тут стало воодушевление какое-то, подъем внутренний. Сегодня мы, наверное, испытываем что-то похожее, но оно уже более осознанное, оно уже дает понимание, для чего мы вообще это делали. А мы это делали только для такого вроде простого, банального вопроса, но для того, чтобы показать нашим людям о том, что эта болезнь не приговор, о том, что ее можно победить, о том, что в нашем городе есть врачи, которые способны это делать. Героиня фотопроекта Галина Березина узнала о том, что у нее рак молочной железы в 2016 году. За постановкой диагноза последовал долгий курс лечения – химиотерапия, операция, лучевая и таргетная терапии. Моя профессиональная обязанность была, чтобы как-то так пройти лечение, чтобы никаких осложнений не было. Мы это прошли, прошли хорошо. Мне было очень приятно встретиться со своей пациенткой. Я был очень рад, что у нее все хорошо сейчас. После такого тяжелого курса лечения она полностью восстановилась и очень прекрасно выглядит. Пациенты, которые первый раз придут в онкодиспансер, их само слово это страшит. Если показать, чего добились пациенты, которые раньше уже пришли, это, думаю, поможет в правильном выборе, в правильном подходе к лечению. Где искать силы во время лечения? Стоит ли говорить о болезни детям или коллегам? И как вообще жить дальше? Вопросы, разрывающие человека, который столкнулся с онкологией. Принять диагноз и настроиться на выздоровление пациентам помогают равные консультанты – люди, которые уже победили болезнь. К сожалению, когда я получила этот диагноз, на тот момент в Омске не было равного консультирования в онкологии. Тот факт и та возможность помочь людям, которые только столкнулись с непростым диагнозом, которые проживают сложный период своей жизни, в данный момент времени, которым действительно нужна помощь. И помощь не интернета, не каких-то статей, которых множество великое, а помощь живых людей, ну, это окрыляет действительно. Большинство участников проекта сегодня находятся в ремиссии. Другие продолжают борьбу с заболеванием. Эти люди уверены – после постановки диагноза жизнь не заканчивается. Фотовыставка рассказывает пациентам онкодиспансера, на что сегодня способны омские врачи и, как важно, никогда не терять желание жить. На смену кролику спешит дракон. 12 героев восточного календаря собрались вместе в Музее просвещения. На выставке – лучшие работы конкурса, который уже 40 лет проводит Национальный музей изящных искусств Тайваня. Участники стараются как можно ярче и оригинальнее представить символ года. Сама тема восточного календаря для китайцев практически священная. Почему? Потому что темой календаря и предсказанием по календарю в древности занимались только императоры. Они были к этому допущены. Они определяли, какой год наступает, что он несет их стране. Ксилография, афорт, шелкография, интаглио. Чтобы отличиться, художники выбирают самые разные и сложные техники печатной графики. Возрастных ограничений нет. В одном пространстве и полотна маститых художников и детские работы. Самый молодой автор – это вот тот замечательный дракон, который выполнен смешанной техникой. Видно, что, скорее всего, это влияние художественной школы, безусловно, да, ну или, может быть, родители учат ребенка. Это ведь печатная графика. Выставка путешествует по городам России уже три года. Самый большой успех она снискала в Москве, в Музее Востока. Часть картин приобрели для личных коллекций. До Омска добрались. 48 работ. Я будущий антрополог-этнолог, и мне в целом интересно искусство, и тем более искусство восточное. Оно достаточно необычно. Как я заметила сегодня, глядя на разного рода картины, они несут в себе совершенно иную идею, в них совершенно другие тона, они более яркие, более контрастные. Шерсть животных зачастую прорисовывается очень детально, и в ней видны некоторые солнечные отблески. Знаете, каждое животное, будто маленькое солнышко. Мне очень понравились кабаны. Они очень милые и прям великолепные. Я очень люблю графику, цветные особенности. Я очень мало знаю, к сожалению, про искусство Востока, и в частности про искусство Китая и Тайваня. Я сегодня посмотрела, и меня это заинтересовало. Благополучие, богатство, успех, процветание. Кураторы говорят, что каждая работа будто мечтает исполнить ваши желания. Загадать их можно на выставке до 10 февраля, дня, когда по восточному календарю наступит год зеленого деревянного дракона. Ну что, праздники закончились, а бодрость, духа, грация и пластика после новогоднего застолья не ощущается. Пора собраться с силами, понимаю, это нелегко, поэтому начинаем нашу гимнастику, обзор мероприятий. Это афиша, я Полина, и мы начинаем. Снег за окнами идет и идет, и все вокруг чего-то ждет. Например, Старого Нового Года. И проводить его предлагают 13 и 14 января с Большим Оркестром. К 90-летию со дня рождения Майи Кристалинской в концертном зале филармонии прозвучат известные нам песни. Программа обещает стать одной из самых ярких в этом сезоне. В воскресенье будем ближе знакомиться с Омском и его жителями. Документальный спектакль в Пятом театре расскажет о судьбах людей и проведет исследования на тему взаимоотношений человека и пространства, в котором он живет. Приходите, чтобы узнать, каким видится Омск жителям города и о чем они мечтают. В Музее России «Моя история» пройдет большой концерт-флешмоб. Омские музыканты сыграют песню группы «Король и шут» и кино на ста инструментах. Звезда по имени Солнце взойдет 14 января в 15.00. Вход свободный. В староновогодний вечер советую отправиться в Лютеранскую церковь и послушать органные хиты эпохи барокко. Органистка из Новосибирска исполнит произведения Баха и Буксты Худы. Проведите этот зимний вечер с музыкой органа. И напоследок предлагаю отметить юбилей. Омскому краеведческому исполнилось целых 100 лет. Музей приглашает всех на новую выставку, посвященную его истории. Приходите, чтобы увидеть самые древние находки и первые экспонаты. А на этом я с вами прощаюсь и желаю вам бодрости духа. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова